Всем привет! Как вы думаете, какими особенностями должны обладать диджейские, да и в принципе все остальные наушники? А я вам скажу. Первое, это конечно же звук, ведь мы покупаем нашу аппаратуру не для того, чтобы слушать какие-то невнятные фрипы и посторонние звуки, а чтобы наслаждаться нашими любимыми композициями. Второй момент, это конечно же удобство использования, ведь нам хочется, чтобы наушники сидели на нас хорошо, нам все было удобно, они не натирали и так далее. И третий момент, это конечно же материалы корпуса и их дизайн, ведь нам крайне хочется в глубине душе, а кому-то даже осознанно, чтобы мы как-то выделялись, чтобы материал был яркий, красивый, приятный, ну и просто выглядел хорошо и служил нам долго. И сегодня в моих руках наушники закрытого типа GMB Audio Montreal, и сейчас мы посмотрим, как они соответствуют всем этим критериям. Красота в простоте и GMB Audio Montreal обладают строгим дизайном, они полностью черные и с ребристой окантовкой вокруг чашек наушников, и в этом дизайне что-то есть. Они однозначно смогут привлечь к себе внимание. GMB Audio Montreal накладные наушники закрытого типа достаточно большого размера. Те, кто видят их в первый раз, могут подумать, что из-за своего размера они могут быть немного неудобными. Но такое мнение ошибочное. В GMB Audio Montreal будет комфортно и после нескольких часов прослуживания музыки. Оголовье наушников мягкое, середина его выполнена из кожзаменителей, не давит на голову. Наушники подойдут даже для самой большой головы, благодаря широкому диапазону регулировки высоты. Амбушюры выполнены из приятного на ощупь мягкого кожзаменителя, уши в них не потеют. Когда я первый раз взял в руки GMB Audio Montreal, у меня возник резонный вопрос. А как же я буду их транспортировать, если они такого большого размера? Но оказалось, в GMB Audio все продумали и стали использовать ту стандартную для диджея форм-фактор, которая позволит вам компактно переносить эти наушники. Смотрите, какие маленькие. Длина провода составляет полтора метра, что также является плюсом. Провод выглядит достаточно прочно, штекер прямой. Вне зависимости от жанра музыки, звучание оно очень порадовало, будь это Моцарт, какой-нибудь американский рэп или же треки Эрмин Ван Бюрен. Прежде всего, хотелось бы отметить наличие хороших басов. Воспроизведение низких частот объемное, очень приятное и не упирает из общей картин звучания. Высокие частоты тоже хорошо прорисованы, однако средних частот немного не хватает. Если же вспомнить, что наушники позиционируются как диджейские, то на это можно закрыть глаза. И диджей использует наушники в большей степени для сведения музыки во время выступления, а не для ее прослушивания. При других сценариях использования, например, при просмотре фильмов, все тоже очень хорошо. Звук сбалансированный и у вас нет никакого желания снять наушники, а скорее наоборот, остаться в них подольше. Что касается шумоизоляции, то я думаю, вам просто надо сказать такой момент, что не важно, где вы находитесь, в центре города, в шумном метро, в трамвае, в толпе, на драке, в клубе, ведь эти наушники диджейские, вы будете слушать исключительно то, что играет у вас в наушниках. Все, что вне вас, вообще не касается. Итак, наши итоги напрямую зависят от вопроса, поставленного в начале. Соответствуют ли эти наушники тем критериям, которые предъявляют всем наушникам? Ну, конечно же, да. Звук очень хороший, отрабатывает каждый цент, который вы потратили на эти наушники. Удобства используемые. Чертовски удобные. Сидят хорошо, не слезают, не слетают, уши не подеют, так еще и можно сложить. Ну, просто сказка. И, конечно же, дизайн. Да, он строгий, но он позволяет выделиться, а это уже немало. В общем, я считаю, что GMB Montreal одни из лучших на рынке в своем классе. И это просто идеальная покупка для начинающих диджеев или просто для тех людей, которые, ну, никак не представляют свою жизнь без наушников закрытого типа. Вот как-то так. Такой получился обзор наушников GMB Audio Montreal. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и диджи-групп, комментируйте это видео. И, конечно же, до скорых встреч. Обязательно еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok